Ну и как мы обещали, у нас в сюрприз к нам в студии Сегодня пришли исполнители, такие замечательные молодые, я просто растеряла тебя, ребят Это Дарья Браун и Куаныш Абжапар Здравствуйте, доброе утро И я сразу хочу представить, что это победители первого тура проекта Шим Войс Правильно я все сказала? Все правильно, все верно Ребят, ну расскажите, как вас занесло на этот проект? Попала я, наверное, абсолютно случайно Нахожусь дома, листаю в социальную сеть И мне пишет подруга с фотографией этого конкурса, объявления Что вот ищем таланты, такой вот это возраст Тогда-то, тогда-то, приходите и приз 300 тысяч Ну я такая, приз 300 тысяч, хорошо В общем, первое время было такое, то есть долго еще решалось Как раз были выходные, очень как-то стеснялась Какая-то, может быть, неуверенность в себе В итоге нахожу другую подружку, поющую Говорю, пошли, она говорит, пойдем Мы с ней пошли, спели Вот, нам сказали, вам, мы, вы нам понравились, но мы вам еще перезвоним То есть такое особо не обнадеживали, но и такая маленькая сладость была, да, в их словах Возможно, возможно, да, но ничего не обещаем Ничего не обещаем И вот спустя уже где-то недельки-полторы А, то есть полторы недели ты мучилась так в ожидании Да, еще такая смешная история произошла Я свой номер оставляю не свой, а своей мамой Я не знаю, как это произошло И звонят моей маме А моя мама хорошо-то была в курсе, что я туда пошла Вот, и говорят, так и так, ваша дочка прошла отборочный тур То есть кастинг, мы ждем, приходите И я прихожу, мама говорит, доча, а ты прошла И я такая, круто И вот нас уже потом собрали Ну, все-таки основным решением-то что у тебя сподвигло принять участие? Деньги, вот такая меркантинная или все-таки желание? То есть за имением работы особо не чувствуешь, да, вот такой надобности, в принципе Наверное, попытать и спробовать себя Потому что я никогда не участвовала в таких конкурсах Для меня был такой уровень караоке, да, с подружками, с друзьями, дома возле плиты, в душе, при уборке А именно попытать себя вот на таком уровне познакомиться с талантливыми ребятами Набраться какого-то опыта у них очень хотелось То есть, наверное, больше не меркантильность То есть эти 300 тысяч, ну что ты А еще какой пунктик? То есть меня заметят, нас будут показывать Это тоже такой большой пунктик Амбиции, да Не, ну амбиции, это здорово У Коныш заскучал, Коныш, давай-ка поделись Ну, в принципе, у меня то же самое получилось Тоже чисто случайно узнал Да, в инстаграме нашел вот это объявление Ну вот как только прочитал, у тебя сразу вот так щелкнуло мое «Пойду» или сомнения были? Сомнения, конечно, были, потому что не только я поющий здесь, но многие ребята есть Такое чувство было, сомнения Надеюсь, у каждого такое есть Ну я не знаю, когда я тебя увидела на проекте, вот такой самоуверенный стоял, думаю, ну вот этот, он знал, куда идет У меня такое чувство было Давайте поговорим о образовании Музыкальное образование есть? Потому что брали всех желающих, конкурс принимает всех желающих Все, кто любит петь и может это делать Я учился в Алма-Ате, в эстрадно-цирковом колледже Но не закончил, потому что у меня появились проблемы с деньгами Поэтому я взял академическую Сейчас здесь нахожусь, работаю Ну сейчас заработаешь, я пожелаю всем вам И продолжить обучение А почему ты именно это отделение, вот это цирковое? Нет, там есть эстрадный вокал А, ты на эстрадный вокал Да, там учился Дашенька Мое образование настолько интересное, я имею высшее образование, я инженер пути сообщения, закончила Петербургский государственный университет пути сообщения Совсем неинтересно, а работаешь? А работаю я стюардессой в авиакомпании, работа безумно интересная, это вот именно то, что вот я хотела, наверное Серьезно? Покорять воздушное пространство? Да, это в крови еще, у папы у меня летчик А, ну это у вас наследственно Да, видимо, вот парить где-то высоко, это здорово Даш, ну как-то да Нет, ну и музыка, и творчество, кстати, позволяет, да? Даже если вот ты не стюард Даш, ты можешь привести сейчас, как это, инструктаж? Инструктаж, это очень сложно, обычно у нас идет читка, но обычно Здравствуйте, уважаемые дамы и господа Нет, давай, давай, как это положено, да, вот ты в салоне самолета, мы сидим Где моя читка, да, посмотреть, почитать Нет, давай на память На память, обычно этим занимается первый номер Заходи, давай чуть-чуть, ладно, я тебя уговариваю прям Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на борт нашего самолета Авиакомпания Скат, рада приветствовать вас на нашем борту А у тебя какая интересная история еще есть? История у меня... Связанная с проектом, естественно Я так слышала, что там уже там страсти такие разгораются вокруг этого проекта, поделитесь? Я так думаю, Даша, я на нее уже смотрю, как женщина женщине Чувствуется, да? Ну, как скажем, мы с ребятами очень много проводим времени, поэтому мы привыкаем друг к другу И я вот прям точно не смогу сказать, но все может быть, могут быть романтические отношения, назреваться у нас, всякие там перепалочки небольшие Мы очень много времени проводим вместе Но сдружились уже? Да Сблизил проект? Не ожидали А теперь расскажите, кто принимает участие? Вот вы такие первые ласточки, да? За вами сейчас еще пойдут Кто принимает участие? Вы же уже всех знаете, всех видите Много талантливых людей? Все! Абсолютно! Нельзя сказать, что вот он талантливый, а он нет Каждый имеет свой репертуар, наверное, свой образ И он в этом образе бог, да, так скажем Нельзя, конечно, так говорить Ну, давайте тогда о репертуаре Все-таки есть некоторые Есть некоторые Я могу назвать их Давай Динара Айдана ее звали, наверное Да, да Айдана, да Айдана Еще парень такой худой Высокий Высокий Современный в стиле Аскар Аскар? Да, Аскар, наверное Вот они Сильные Чем породили вот сразу? Чем? Ну, вокальными, да В первую очередь, да, все-таки вокал Вокалов в первую очередь А вот трудно найти свой образ? Передать его? Не знаю Не, ну просто, когда я сидел там, Жире, мне было сложно судить, честно Мне вообще это, для меня, кажется, это вот подвиг такой Выйти на сцену и показать себя И работать надо над своим имиджем, однозначно же Вы как работали? Каждый То есть, я скажу так Свой образ найти очень тяжело Именно потому что мы поем не свои песни, к сожалению И по большей степени это идет отчасти, может быть, даже какая-то пародия, да, на исполнителей Поэтому... Ну нет, вот, например, Йова в твоем исполнении, она вообще отличалась от оригинала Да? Да, я, например, подумала, что это что-то вот от стиля «Моя Мишель» Да, вот, вот, я вот, у меня такой образ, я скажу так Творческий человек, он ко всему подходит творчески И, то есть, вот, принятие моих образов Я сегодня могу быть такой бомж-стайл, да, широкие кофты, штаны висячие А на следующий день я приду леди на каблучках, юбочке То есть, в жизни это тоже отражается? Абсолютно На твоем образе стиля? То есть, в каком настроении проснулась, то отдела и пошла, да? Да, вот даже, вот такое даже бывает О, знаешь, у тебя тоже так? Все, там в цирке еще Такое, даже вообще скромное Такое, давайте споем, давайте уже музыкальную паузу сделаем Потом еще поговорим об имидже Хоть в мире много есть Удивительных мест Это лучше всех Ты здесь Я иду пешком Забывай, куда Мне приятно, что Ты-то Где мне Угадать причину И влери Следую тенью Улицы влюблены в тебя Тут и там Оживление и суета В этом мире что-то не так В нем какой-то волшебный уют Эй, 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 эй Тут и там Разставляя мечты по местам Мир меня Твоя красота Я его больше не узнаю Глазеют парочки через стекла кафе Им чутно сейчас, как мне Среди бела дня о любви заипеть Кто кому, а я тебе В небе поселились сёзы и птицы Что же мне делать, если это из-за тебя? Тут и так оживление и суета В этом мире что-то не так В нём какой-то волшебный уют Тут и так, расставляя мечты по местам Мир меняет твоя красота Я его больше не узнаю Ну и уважаемые телезрители, хочу сразу вам сказать Смотрите дневник проекта на нашем телеканале И читайте всю информацию о выступлениях наших ребят Талантливых ребят на нашем сайте А к вам сразу вопрос. Какой стиль предпочитаете? Ну, давай, ты начни, пока Дарья думает. Soul, jazz. Кто из джазовых исполнителей ближе? Мне? Да. Из джазовых исполнителей. Рей Чарлос. Да. Сиви Уанда, хотя он не джаз поет, но мне ближе. Сиви Уанда, Рей Чарлос, потом Элтон Джон. И так далее. А современные вот эти вот... Из современных? Blue Room Five группа нравится. Их песни обожаю. Я, наверное, такой человек, который слушает вообще... Всеядное, да? Всеядное, то есть у меня в наушниках играет рэп. Вот. После работы я люблю слушать классику. Это Моцарт, Бетховен расслабляет очень сильно, хорошо. Просто вот едешь. Поддерживаю с джазом абсолютно его. И люблю Боба Марли. Это мое настроение. То есть его не отключаешь Боба Марли. Ну а в принципе всеядное, да? Да, очень всеядное. Я могу открыть тайну? Я знаю, что ты занималась актерским мастерством. Да, я занималась в театральной студии «Балаганщик» при драмтеатре имени Шанина. Вот, под руководством Вербицкого и Игоря Владимировича. Правда, это было в школьные годы, но это очень многое мне дало. То есть именно то, как я, может быть, себя подаю, это плюс той школе, которая мне была дана довольно-таки приличное время назад. Но это осталось во мне. То есть вот эта база, она помогает мне. Не хочешь передать привет своему учителю, Гургу? Да, я бы хотела передать огромный привет Игорю Владимировичу. Привет вам, большое спасибо. Большое спасибо актерам этого театра, которые преподавали у нас предметы. Всем абсолютно. Я хочу сказать, что и по тебе, и по Куанышу было видно, что вы знакомы со сценой. Ну это так, Куаныш. Со стороны, да? Да, со стороны. Казалось, что вот ребята-таки готовы, пришли и где-то занимались. Явно, где, конечно, никто не знает, да, но то, что есть вот эта база определенная, это было заметно. И вы, наверное, сами видите, да? Вы не представляете, как мы волновались, находясь вот в нашей тайной комнате? Потому что, когда выходишь, всем кажется вокруг, что это очень легко, мы не волнуемся. Куаныш, к примеру, я ему говорила, неужели тебе не надоело вот слушать? Он слушал постоянно минус, песню, которую исполняет. Я говорю, тебе не надоело, он вот все время вот в наушниках. Ему нет, понимаешь, он знаком с нотной грамотой, и он собирал это все. И он такой вот, да, вот он прям, я же такая была, мне нужно было туда сходить, вот свои вот эти эмоции. Я думаю, может быть, поприседать, может быть, потанцевать. Вот он очень так настраивался, молодец, конечно. Не, ну на сцене вы, конечно, отыграли все. Вы отдались целиком зрителям, и зритель это поймал. Даша заигрывала со всеми сразу, а Куаныш отдельно. Это другое. Было здорово. Нет, было здорово, ребят. Ну вот уже первый тур прошел, что чувствуете? Стало легче. Серьезно? А вот то, что впереди, еще там более серьезно. Посмотрим. И потом я думаю, что, ну наверняка это у вас не последний конкурс. Мне все-таки кажется, что вы пойдете дальше, но хотелось бы, чтобы вы пробовали свои силы. Тем более, раз вы это уже признали, что это есть. Да. Да. Мы сами для себя это вот такое, как-то не знаю я, подает нашему эго, да, бонус. Давай еще что-нибудь исполним. Давайте. Так. Так. Было обычный день, точно не весна. Я помню, как теперь, что ты была одна. Ненавижу, ненавижу я себя. Потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да, мне будет стыдно, будет стыдно. Ненавижу, ненавижу я себя. Потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да, мне будет стыдно, будет стыдно. Да, да, да. Смотрите наши дневники на телеканале Отрар, скоро также стартует шоу, также на телеканале Отрар. Смотрите, пора вставать, просыпайтесь с хорошим настроением, на ближайшее время мы вам его зададим обязательно.